Лучшим актёром и лучшей актрисой Республиканского фестиваля кинопародии «Швейдинг-2020» стали двое харцезян – Андрей Дмитриев и Эрика Фролова, ребята из 26-й и 24-й школ. «Швейдинг» – это такая себе киноигра, в которой её участникам за короткое время необходимо снять самодельный ремейк какого-нибудь известного фильма. Уже седьмой год подряд в ДНР организуют подобное мероприятие для театралов-любителей. Всё, что нужно для участия – желание проявить себя, немного фантазии и смартфон. На минувших выходных в Донецке подвели итоги творческого конкурса, инициированного командой активистов проекта «Потенциал» – Центра развития молодёжных инициатив. Победу в двух из трёх номинаций конкурса завоевали харцезские школьники. И это при том, что наши ребята на фестивале были новичками. Мы, конечно же, их в этом поддержали, потому что «Швейдинг» – это своеобразная такая форма работы, командная, где каждый из участников может проявить свои таланты в разных направлениях, потому как создаются, записываются пародии на известные фильмы, киноленты, мультфильмы. И в этом году у нас была жеребьёвка в онлайн-формате, в котором наши команды получили задание и его исполняли. То есть каждый из ребят выбрал на себя роль, кто-то был оператором, кто-то был актёром, кто-то озвучивал, кто-то монтировал. То есть здесь прекрасно сработала наша команда. Свои видеоработы на конкурс «Швейдинг» отправили в общей сложности шесть команд. «Наш город» представили бумеранговцы и стражи Харцизка. В этом году темой фестиваля стали фильмы о дружбе. Команде Эрики Фроловой за неделю нужно было снять ремейк на лёгкую зарубежную кинокомедию «Стажёр» с голливудскими звёздами Робертом Де Ниро и Энн Хэтуи в главных ролях. Задача, которая стояла перед харцизскими актёрами-любителями – по-своему воспроизвести самые яркие моменты фильма и за семь минут суметь передать основной сюжет оригинала. Было нелегко, но ребята справились, несмотря на то, что в команде Эрики были одни девчонки. Наша команда называлась «Бумеранг». Мы участвовали в этом мероприятии не впервые, но именно я там участвовала первый раз. У нас в команде было пять девочек, но у нас была мужская роль. Мы очень долго думали, кому она достанется, но я решила сама выдвинуть свою кандидатуру, потому что всё-таки у меня есть в этом опыт, и мне самой хотелось попробовать чего-то нового и, можно так сказать, экстремального. Было много разных сцен, и было очень трудно уложиться в семь минут, но всё-таки мы справились. Девятиклассник Андрей Дмитриев, активист проекта «Инфошкола», серьёзно увлекается журналистикой, а ещё футболом и театральным искусством. В короткометражке для фестиваля «Швейдинг» попробовал себя в роли Фореста Гампа, главного героя одноимённого оскароносного фильма. Я увлекаюсь театром, для меня это огромная часть моей жизни. Также, получается, вживаюсь в разные роли, и поэтому Форест Гамп как-то не стал для меня прям нерешимой задачей. Легко вжился роль, я считаю, ну и всё мы быстро сделали. Справились, я считаю, довольно быстро. Один день мы потратили написать сценарий, это было достаточно легко для нас, прям в голову всё лезло. Потом за три дня мы всё быстро сняли, а четвёртый день мы потратили на озвучку, ну и монтаж. По итогам фестиваля победителям вручили поощрительные призы. Харцизские школьники сегодня с удовольствием демонстрировали свои сертификаты на месячные курсы в школе актёрского мастерства в Донецке.